Да, коллеги, добрый день. Очень радостно сегодня, потому что первый раз в Москве за два года вот этого пандемийного, да, и радостно увидеть ваши лица, лица знакомых, не людей, которые много лет до этого общались очно и вот нас разделили эти все события. Ну, в общем, теперь мы опять все вместе. Это, наверное, главное в ДПО, по крайней мере, точно. Спасибо большое. Я по, Александр, если можно, по-старообрядчески со слайдами. Из компании Гиперметод, компания наша внедряет, разрабатывает и внедряет много лет, например, вы видите, систему электронного обучения в ВУЗах, в ДПО, в больших корпорациях, в небольших компаниях, вплоть до детских садиков на самом деле. Ну, это тема отдельной конференции. Значит, центральным местом продуктов является ЛМС, ну, что, собственно говоря, вынесенный в заголовок моего выступления, систему управления обучением. Ну, там, СДО, ЛМС, да, это, например, там все про одно и то же. И везде, везде, и ЛМС этих много, не только наши, не знаю, там, в России, наверное, штук 20, если не больше, и они все примерно, примерно про одно и то же. Ну, кто-то больше, кто-то меньше, чуть-чуть. Вот, вот, про то, чтобы можно было загрузить туда курсы, загрузить туда слушателей, получить какой-то учебный результат, в хорошем случае выдать какие-то сертификаты, и, в общем-то, вот, примерно, там, тесты, да, еще вот, спрашивают, примерно все про одно и то же. Ну, какие-то здесь, я привел примерчики, вузовское ДПО, там, это Московский строительный государственный университет, Руальский федеральный университет, Российский государственный социальный университет, там, какие-то корпоративные ДПОшки. Вот, дайте примеры, я буду опираться. Но, а вот, когда мы все это делаем, внедряем, там или там, мы сталкиваемся с задачами, которые мне показалось, было бы интересно вынести на нашу сегодняшнюю аудиторию, потому что они сами по себе, мне показались интересными к постановке, и они шли именно от заказчиков, тех организаций, которые в области ДПО функционируют. Это санкции, я так и догадываюсь, уже действуют. Батарейки китайские. Что, есть гипотезы какие-нибудь, коллеги? А, кривые руки, вот. Будем по-старообрядческим пробелам. Нет, он уже на... Да, 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 я же говорю. Пробельчик, да. Так, вернемся к тем, помните, были прозрачные такие, на проектор клались, да, вот. Да, да. Next. Нет, потому что оно идет... Почему получается? Вот, отлично. Итак, задачка номер один, ну, в которой их будет семь штук. Значит, два года назад к нам пришли товарищи из коллег. Вот будет цифровая трансформация по Александру Молчанову, ну, про школы. И задачка такая, значит, повышение квалификации директоров школ и завочей. По всей стране, их примерно 20, там, 18 тысяч, по-моему, было этих директоров школ. Программа ДПО длилась, если не ошибаюсь, 6 месяцев, там, ну, разные уровни этой программы, 3 уровня. И вот в рамках этой программы они должны были написать рефераты по цифровой трансформации своей школы. И поскольку там много этапов, общее количество рефератов, ну, рефератов, там, СЛ, в общем, каких-то таких творческих работ, было почти 200 тысяч. Ну, я написал 150, это оценка снизу. Сколько нужно проверяющих преподавателей для того, чтобы они проверили, что они там написали? Ну, есть идеи какие-нибудь? Ну, там, 2 человека. Кто больше? Точно. Значит, заказчик Ранхикс, значит, есть такая технология, пишет перооценивание, когда те, кто уже написали рефераты, проверяют рефераты тех, кто только что их написал и сдал. Там есть определенная методология, про нее рассказывать не буду, но смысл в том, что действительно проектная команда со стороны Ранхикса, которая методику готовила, там, вот, какие-то сколковские товарищи, значит, в ней участвовали. Проектная команда была 4 человека всего, и в основном это те, кто организаторы этой программы. Вот одна из задачек, которая совершенно, сегодня, кстати говоря, вот с одним из банков разговариваю, у нас сегодня встреча по банковской сфере внедрения подобного рода методов оценки, да, таких нетривиальных вещей. Поэтому вот рекомендую обратить на это внимание. Задачка номер 2. Как найти нормальных людей среди госслужащих? Госслужащих, вы знаете, в нашей стране много. Когда начиналась перестройка, если вот кто помнит, кто еще жив был в то время, тогда один из тезисов был о том, что, да, один из тезисов, нам нужно сократить госслужащих. А вот сколько лет прошло, а их все больше и больше. И вот у нас среди наших заказчиков есть несколько организаций ДПО, которые занимаются повышением государственных и муниципальных служащих. Их больше, чем здесь, просто такие более продвинутые. Там десятки тысяч служащих в каждой из этих организаций. И вот там тоже есть учебные центры, там стоят наши системы электронного обучения СДО. Но вот там три или четыре года они просто учатся, там загружая курсы, как вот на первом слайде было, да, слушатели, туда они там проходили обучение, получали сертификаты и, в общем-то, вся история с ними. И вот в рамках проекта, вот про то, что тоже я поддерживаю тезис Александра, о том, что любое обучение должно приводить и к изменению в поведении человека, это понятно, но это изменение должно сопровождаться еще изменением либо статуса, да, либо заработной платы, это вот, это правда, это на самом деле. И поэтому, но для этого необходимо не просто его обучить, но наблюдать за его деятельностью на протяжении некоторого времени. В корпоративном обучении, это называется индивидуальный план развития, это там связано с портфолио, такими вот, в общем, тезисами, о том, что мы должны знать про человека больше, чем то, что он просто прошел сегодня курс, и мы про него забыли. И вот интересен этот проект тем, что не просто там компетенции, но там используются психометрики, они действительно могут находить нормальных людей. Ну, там, в компании есть большинство, вот. Но, тем не менее, эта тема отдельного тоже, наверное, большого доклада, как это делается, ну, просто скажу цифру одну. Для того, чтобы пройти психологическое тестирование, вот, у них там, нужно ответить примерно на тысячу вопросов. Это такая история небыстрая. Но тоже, кому интересно, вот, можно будет делать. Задачка номер 3, она навеяна... Ой, открестик, убежал. Значит, она навеяна итогами пандемийных этих наших тяжелых годин, и связана с тем, что вот у меня, например, 4 дочки, да, 4, значит, 3 из них, да, да, 3 из них в школе, вот еще, и их, когда, наверное, у кого-то из вас тоже есть дети, и вот когда их перевели на дистанционку, это, ну, просто был абсолютный кошмар, да, вот, значит, а представляете, там 3 человека, значит, 3 ноутбука, значит, такие вот каналы интернета, они, по крайней мере, это нужно 3 комнаты каждые, да, там кто-то на кухне, кто-то в гостиной, кто-то там еще где-то сидит. В общем, история такая. И вдруг они пошли все в школы, это, правда, не Депо, но есть, наверное, близкие, ближе, и выяснили, что часть дома, часть в школе, и на преподавателей кратко выросла нагрузка, ну, то есть, ему нужно реально проводить занятия в школе, а потом еще идти в интернет, и там в интернете еще проводить занятия. И вот, ну, как раз возвращаясь к ДПО, у нас похожий кейс только про взрослых, про медицинских работников, которые, как раз, жертвами, да, большими, чем мы с вами стали этих пандемийных лет, значит, повышение квалификации медицинских работников. У меня, вообще, у медиков там все поставлено на такую регулярную основу, они там должны проходить, у них там и т.д. и т.п. Вот. И вот мы для них такую штуку придумали, вот он называется Е-класс, наш продукт. Ну, как бы, вроде это немножечко похоже на Zoom, но это больше, чем Zoom. И вот два нюанса. Первое, значит, как врачи проходят, у них проходит ДПО. Чаще всего без отрыва от производства, от их работы. То есть он сидит у себя там в кабинете номер 12, терапевт какой-нибудь, к нему приходят пациенты, в это время у него открыт компьютер, и он там слушает, вот слушает вот такой вот вебинар. Как вы думаете, что для него будет более важного? Ну, конечно, наше же с вами здоровье, да? Вот, и поэтому мы первое, что сделали, мы научились мерить его внимание внутри процесса обучения. Но это, может быть, не самое важное, это не экономит время, да? Это лишь только фокусирует внимание. А вот более важная такая тема технологическая, которая вы сейчас можете, которая растет, и называется гибридное обучение. Тогда, когда аудитория в рамках одного учебного мероприятия в одно и то же время может разбиваться на две части, кто-то сидит дистанционно дома, кто-то в аудитории, и вот тут преподаватель один, и он ведет процесс таким образом, чтобы по возможности не потерять те активности учебные, которые у него есть. Ну, например, проводим там летучку, пишем маленькую контрольную работу, к примеру. Написали на бумажке в аудитории, и как мы все это делали, положили на стол преподавателя, а те, кто дома сидит, как им делать. И вот много таких разных видов учебных активностей, которые с большим трудом можно совместить. Но вот нам какие-то из них удалось совместить. Опять же, тема большого доклада, это специальный вот Е-класс, сервис, наши продукты, которые мы поставляем. Мы позволяем преподавателю ходить по аудитории, в отличие от сегодняшнего, это тоже как бы кейсы с гибридным обучением, не ходить с микрофоном, потому что и все это в интернет транслируется. Раздавать задачки, чтобы все писали их на бумаге, даже дистанционные слушатели, чтобы это все сводилось внутрь некоторого документа, отчета по успеваемости, по активности. Помните, там предыдущий слайд был, там такие пистограммочки. Все здесь, вот он написал контрольную работу, она в цифре будет здесь, внутри. Но пишет он на бумаге с помощью бумажки и ручки. В общем, вот такая тоже тема, такая задачка перед нами стояла, мы ее тоже вроде сделали, работает. Тема, которая всегда затрагивается в дистанционном обучении, как реализовать практику. Потому что, ну, лекции читать понятно, курсы читать понятно, а как отрабатывать практические навыки. Вот Александр Молчанов не даст мне соврать, если будет внимательно слушать, подскажет, да, как это реализуется в других вузах. Но вот в ДПО у нас есть несколько примеров. У нас наши заказчики, военно-морской флот, авиация наша, в частности, это пример из проекта МС-21, да, по импортозамещению, тоже актуальные. И вот для них мы специально сделали, это какой-то вузовский, ДПОшный вернее, такую штуку, которую тоже Александр про это упоминал, почему преподаватели не могут делать какие-то элементы, да, там, своих лекций, интерактивные, и постоянно заниматься их обновлением, когда через две недели, как Александр упомянул, вот можно на самом деле. Это делается либо инженерами, либо преподавателями. Вот такие вот схемы, где показываются принципы движения, там, трубопроводы, там, газовые проводы и прочие, там, неважно, какие проводы. Дмитрий, чуть-чуть компактнее. Ага. Ну, важно, что, что вот примерно такое же устройство в USB вставляется, из аналоговых датчиков эта схема становится реальной схемой, а не просто какой-то там презентации. Шесть. Как поставить себе план и успешно его выполнить? Важная тоже тема, мне кажется, для ДПО, потому что мы, опять же, привыкли, что пришли, загрузили, слушатели, загрузили курсы, прошли и т.д. и т.п. На самом деле это все связано с бизнесом, потому что это индивидуальные планы развития, это вот в больших проектах в сторону корпоративного обучения, да, вот Александра Стовнагузовского, а я в сторону корпоративного обучения. Это длительные процессы, когда нужно понять сначала через там опросные всякие механизмы, кого учить, чему учить, как именно как-то локально распределить по географии страны, чтобы с минимальными бюджетами, там, затратами на компьютерах. Все это тоже решается, все это есть. Но для этого требуется некая более сложная информационная модель. Не просто слушатель там со своими паспортными данными, а все-таки направление его деятельности, профессиональные компетенции. Вот про это время заканчивается, поэтому я так просто декларирую, что это надо все. Вот. И ПР, индивидуальный план развития. Ну и сверхзадачка последняя, как изменить жизнь в лучшую сторону. Ну это всегда, да, наш классический вопрос, как жизнь делается лучше. И вот тут очень много, на самом деле, примерчиков, когда, к сожалению, у меня нет уже времени, но вы потом скачаете презентацию, можете посмотреть, задать мне вопрос, там в конце будут мои контактные данные. Есть такая методика мягкого обучения, когда я сам выбираю, и есть рекомендательные инструменты, в том числе рекомендательные автоматические инструменты, которые подсказывают мне, что нужно делать. Есть гиммификация, может быть, заезженная тема, но это не в смысле игр, это в смысле соревновательности внутри образовательного процесса. Есть то, что, опять же, старообрядческие, да, старозаветские называются распредложения, инструменты цифровые, которые позволяют в рамках, в том числе и ДПО, связать идеи до бизнеса, как его увеличить, как его улучшить и образовательный процесс. Ну, есть, конечно, прокторинг, да, в качестве, если все предыдущее было пряники, это кнут, который всегда над нами. Итого, что происходит у нас, вот на наших проектах. Усложняется информационная модель, с которой мы работаем. Изменяется модель обучения самого, как такового, это вот то, о чем я говорил, это флекс, гибридное обучение, новые инструменты появляются, реализуется, наконец-то реализуется техническая связь с практикой в цифре, да. Ну и все это вот на нашей платформе. Спасибо вам большое за внимание. В прошлом году я не смог приехать, потому что болел. Это фотография прошлоугоднего года. Сегодня я уже без маски. Спасибо. Да, хорошая фотография. Мы ее оценили как в прошлом году, так и в этом. Вот, коллеги, какие вопросы? На мой взгляд, замечательный был доклад, как всегда. Да, я вздрогнул при слове прокторинг в очередной раз. Я же сказал, что это кнут. Да, прошу. Обмен вопросами. Да, да, следующий. Вы вот ищете способы, как онлайн обучение компенсировать какие-то вот эти особенности, слабой связи, так скажем, слабую связь онлайн, и сделать так же, как это было оффлайн. А не кажется ли вам, что по-другому пойдет эволюция? Не инструментами вы будете приспосабывать или приближать к оффлайн обучению, а в головах будет меняться. Вот как я, например, аналогию из нашей жизни. Вот раньше была дружба, как говорится, связи оффлайн, а потом пришли соцсети, то, что называется силой слабых связей, слабой связи. В конце концов, вот эта дружба и связи людей сильно изменились, они стали скорее вот такими, слабыми, но всем местными. Может быть и здесь изменится наша голова, изменится концепция обучения, и просто оно совсем им стоит мягким. Я абсолютно согласен с этим утверждением, потому что инструменты, сознание, мышление и навыки, это все вместе для человека, это вещи взаимосвязанные. Так же, когда появились навигаторы, мы забыли, как ездить по городу, так же, видимо, где-то и в области обучения, ну, другие какие-то произойдут изменения. Но инструменты необходимы. Результат деятельности инструментов, Александр замечательно описал в своем первом выступлении, классно, здорово. Ну, конечно, что-то здесь тоже должно измениться. Но нашему поколению, наверное, уже поздно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова